Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео на моем канале. Мне действительно жаль, что они сейчас выходят не так часто, как раньше, на то есть свои причины. На самом деле, мне действительно сложно их снимать в тех условиях, в которых я сейчас нахожусь. Но не об этом речь. Сегодня происходит обострение хронических болезней в СМИ, направленных против биткоина. Нарратив об экологической угрозе главной криптовалюты набирает невиданных масштабов. И даже советник Трампа по национальной безопасности призывает страны Большой Семерки решить криптовалютную проблему. Кстати говоря, эти страны уже встречались и договорились о том, что ускорят внедрение правовой базы для криптовалют. Что это значит? Это означает, что то самое пресловутое крипторегулирование становится одной из задач как минимум стран из Большой Семерки. И как мы уже не раз с тобой говорили, крипторегулирование может привести к краткосрочному падению рынка. Оно уже, кстати говоря, и приводит. Сегодня я хочу показать это интервью на канале Bloomberg, в котором дискуссия о биткоине зашла так далеко, что стало жарко. Это даже похоже на рэп-баттл. Кстати говоря, попрошу тебя определить победителя этого баттла в комментариях под этим видео. Bloomberg или Jason? Именно так зовут этого человека справа. Очевидно, те люди, которые заинтересованы в продвижении экологичной недружелюбности биткоина, да и криптовалют, очень не хотят, чтобы их зрители знали правду или как минимум альтернативную точку зрения. Может быть, именно поэтому то, что говорит директор Riot Blockchain, воспринимается в штыки ведущей этой программы. Этот человек, кстати, встречался и с Силоном Маском на встрече, посвященной биткоину и его майнингу. Я хочу, чтобы ты услышал это интервью, потому что после его просмотра ты поймешь, как средства массовой информации вводят тебя за нос в своих собственных целях или же в целях тех, кто за ними стоит. То, что говорит этот человек, не хотят распространять СМИ. Посмотри, всего лишь 1400 просмотров. Зато на роликах, которые посвящены тому, что биткоин уничтожает экологию, просмотры зашкаливают под 100 тысяч. Поэтому я надеюсь, что и этот ролик увидит хотя бы 100 тысяч человек, которые, наконец, узнают правду о майнинге биткоина, о том, что он становится только дружелюбнее к окружающей среде, и, наконец-таки, о том, что СМИ массово врут о биткоине. Биткоин становится, как это сейчас модно говорить, зеленым. Поэтому далее в контексте экологически безопасные источники энергии я буду называть зелеными, чтобы ты понимал. Давай послушаем. У вас была встреча с Илоном Маском после того, как он поднял вопрос потребления энергии биткоин-майнерами. О чем вы говорили? Можно сказать, мы обменялись информацией, которую мы знаем. Илон Маск написал в Твиттере паникующие мысли о биткоине и его энергопотреблении. Мы рассказали ему, что мы, биткоин-майнеры, делаем в Северной Америке. Как мы работаем с источниками возобновляемой энергии? Я думаю, это то, о чем сейчас мало кто говорит. И важно отметить, что биткоин-майнеры используют куда больше зеленой энергии, чем любая другая крупная отрасль. 76% майнеров работают на зеленой энергии. 40% добываемых биткоинов обеспечены строго возобновляемой энергией. И есть несколько ключевых причин для этого. Во-первых, майнинг биткоина действительно потребляет энергию. Это помогает обеспечить защищенность сети биткоина. Это очень важно, ведь это помогает разрозненным единицам по всему миру обеспечивать работу биткоина без необходимости доверять друг другу. И во-вторых, мы, профессиональные майнеры, ищем эту энергию там, где есть ее избыток. Есть такое количество энергии, которое никак не потребляется. На нее просто нет покупателя. И биткоин-майнеры являются теми, кто приходит за этой энергией. Кроме этого, они ищут способы получить ее подешевле. Так что встреча с Илоном Маском стала большой возможностью для майнеров. Они рассказали о том, что они делают для того, чтобы добыча биткоина стала зеленее. Вот оно что, ребята. Фактически, директор Riot Blockchain говорит о том, что людям вогнали в голову идею, что биткоин такой плохой и уничтожает экологию. И этот нарратив до сих пор продолжается. За крупными СМИ просто-напросто не слышно реального положения вещей. Крупные майнеры, 76% из всех майнеров, используют возобновляемые источники энергии. Кроме этого, они ищут способы сделать эту энергию еще дешевле и безопаснее для экологии. Также количество таких майнеров растет, что делает сеть биткоина зеленее. Кроме этого, если сравнить биткоин с другими индустриями, то майнинг главной криптовалюты оставляет наименьший углеродный след из всех. Посмотри сам, вот биткоин. А вот, кстати, просмотр ютуба. Просмотр ютуба потребляет больше, чем биткоин. Давайте запретим ютуб. Климатический след биткоина по-прежнему ничтожен по сравнению с другими отраслями. На его долю приходится примерно 2,3% от индустрии цифровых технологий. Даже не от всей энергетики мира. Я хочу подчеркнуть еще раз, это процент только лишь от цифровой индустрии. Если же считать от всего энергопотребления мира, биткоин потребляет 0,1%. И хотя ежегодные объемы транзакций биткоина выросли до отметок в 1,3 триллиона долларов, до основных игроков в мире платежных систем, визы и мастеркарда, по количеству углеродных выбросов биткоин все еще не дорос. Так почему же тогда про визу и мастеркард не рассказывают в СМИ, что они потребляют больше биткоина? Какой кошмар нужно срочно запретить пластиковые карты с NFC чипами? Мне еще понравилась вот эта статья, в конце которой мы находим очень интересный и, можно сказать, важный вывод. Мы можем только сделать вывод, что сообщения о том, что криптовалюты наносят ущерб окружающей среде, были сильно преувеличены. Изучение объемов транзакций показывает, что использование энергии биткоином не выходит за рамки лиги платежных систем. Более того, биткоин-майнеры заинтересованы в снижении затрат на электроэнергию на каждую транзакцию при майнинге. И, наконец, нет никаких доказательств того, что криптовалюты имеют внешние экологические последствия, помимо тех, которые могут быть приписаны любому пользователю электроэнергии, где цена на электроэнергию неэффективна. Но в этом виновата уже государственная политика, а не инновации в криптовалюте. Теперь ты понимаешь, что СМИ только раздувают панику и ужас на рынке криптовалют, что тебя просто-напросто водят за нос и что ты в угоду этим мракобесам продаешь свою крипту. Давай продолжим слушать это интервью. Я должна покритиковать пару ваших высказываний, Джейсон, потому что они, по-моему, притянуты за уши, а статистику каждый может нарисовать свою. Во-первых, биткоин-майнеры не являются крупнейшими пользователями возобновляемой энергетики. Я думаю, вы хотели сказать, что большая часть майнеров ее используют, но и в этом я не уверена. Существует настоящая проблема использования угля и невозобновляемых источников энергии биткоином. Вы только что сказали, что никакой проблемы нет, но на самом деле эта дилемма носит большую масштабную угрозу для экологии со стороны биткоин-майнеров. Она говорит, биткоин-майнеры не являются крупнейшими пользователями возобновляемой энергии. Да, понятное дело, что не являются, ведь у биткоина все еще не так много пользователей. Джейсон имел в виду процентное соотношение майнеров в сети биткоина и процент тех, которые используют возобновляемые источники энергии, больше, чем во всех остальных индустриях. Со всем уважением я с этим не согласен. Биткоин-майнинг – это очень-очень небольшая часть глобальных углеродных выбросов. Биткоин-майнинг потребляет меньше 0,1% от глобальной энергии. И этого ему хватает для создания свободной и безопасной финансовой системы. И большая часть энергии, которую он потребляет, возобновляемая. И в среднем, процентно, биткоин потребляет больше возобновляемой энергии, чем любая другая индустрия. Например, добыча золота сжигает столько энергии, что биткоину и не снилось. Извините, но я продолжу вас критиковать. Я точно не знаю, может биткоины потребляют меньше, чем та же космическая отрасль. Но в чем я уверена наверняка, эти предъявы к биткоину действительно обоснованы. Илон Маск их подтверждает и множество других инвесторов. И это уже децентрализованная сеть. А значит, вы не можете контролировать источники энергии, которые используют другие майнеры для добычи биткоина. Как же инвесторы в этом пространстве могут быть уверены в устойчивости этой индустрии и в том, что она не вредит экологии? Ладно, я отвечу так. Итог встречи с Илоном Маском был следующим. Группа майнеров решила, что нам нужно быть более прозрачными в плане освещения энергетики биткоина. И мы должны освещать, сколько из нас уже работает с возобновляемыми источниками энергии. Это то, что мы уже делаем. Например, майнеры в Нью-Йорке уже на 90% обеспечены гидроэлектростанциями. Наше недавнее приобретение в Техасе является частью сети AirCode, чье участие в солнечной и ветровой энергии растет из года в год. Так что результатом встречи с Маском становится создание открытого форума майнеров. И мы работаем вместе, чтобы раскрыть энергетическую природу биткоина. И, соответственно, рассказать людям и инвесторам о том, откуда черпает энергию эта криптовалюта, в которую они после захотят инвестировать. Я бы хотел прокомментировать это очень жестко, но не буду. Ты сам все видел. Вот таким людям почему-то не особенно охотно дают говорить. И каждое их слово или аргумент натыкается на критику и непринятие. Все это происходит в рамках нарратива о том, какой биткоин плохой. В этом версии Блумберга против Джейсона, по моему мнению, победил Джейсон. Напиши в комментариях, Блумберг или Джейсон. Кто, по-твоему, взял этот раунд? Однако, даже несмотря на такую негативную подоплеку, что транслируется средствами массовой информации, обрати свое внимание, как все-таки изменилась их трактовка. В 2018 году биткоину пророчили одну лишь смерть. Сейчас же очевидно, что биткоин уже никуда не денется. Страны начинают говорить о его регулировании, о его проблемах, о том, как эти проблемы можно решить. Некоторые даже принимают его в качестве платежного средства, что само по себе является сенсацией. 416 раз биткоин умирал, и умирал он с самого начала, с самого своего рождения. В 2010, 2011, 2012, 2013 и так далее, и так далее. И в 2021 он уже успел умереть 23 раза. Посмотри, сколько раз его хоронили, он все никак не умрет. Более того, даже умудряется иксовать, иксовать, иксовать. Это называется тем самым эффектом Линди, о котором мы когда-то с тобой говорили. Чем дольше живет актив, тем больше к нему доверия. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который будет в описании. Ставь лайк, делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей, до скорого. Надеюсь, завтра я сделаю второе видео, а не пропаду опять на три дня. Очень на это надеюсь, ребята. Прям очень. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok